День траура Сегодня Украина чтит память жертв Голодомора По разным оценкам, в 1932-1933 годах голод унес жизни от 3 до 7 миллионов украинцев 23 страны признают произошедшее геноцидом украинского народа, которое организовала коммунистическая власть бывшего Советского Союза Сегодня в 4 часа во время общенациональной минуты молчания уже традиционно зажгли свечи в каждом доме А в Киеве и других городах прошли траурные церемонии К подножию памятного знака жертвам Голодомора на Лихайловской площади в Киеве с самого утра несут свечи и колоски пшеницы Еще до начала траурной церемонии сюда пришли почтить память погибших президент Петр Порошенко с супругой Марины А уже к 4 часам сотни людей стали собираться у национального музея мемориал жертв Голодомора Там практически весь холм уставили горящими лампадками Представители крупнейших религиозных конфессий присутствовали на Панхиде и ровно в 16.00 общенациональная минута молчания В это же время во Львове на центральной площади города люди тоже зажгли лампадки Из них выложили слово памятай Оголошуется холина молчальная Советская власть стравлювала Украину, забираючи останний кусок хлеба у простых селян Ну, пострадала найбільше, от я сам из Поліссия, найбільше пострадала Поліссия наш район Тому що выгребали все, дуже багато сел умирало Было 11 дітей, це забрали Яке там, даже, що вони в лісі трохи закапували і те нашли Понимаєте? Даже не бурачини не оставили нічого, ніякого зерна Я ще раз кажу, 10 дітей померли Сотни горожан собрались на акцію пам'ять жертв Голодомора и Запорожье Мітинг-реквием состоялся у меморіала невинно погибшим в 30-х годах После минуты молчания люди возложили к подножию стелы цветы и лампадки А еще символические три колоска пшеницы За них в 30-х годах расстреливали без суда и следствия Память тим, хто не дождався кусочка хліба, хто хотів жити, але не зміг Якраз оці Голодомори, вони намисно створені нашими ворогами Для того, щоб зламати український дух Але український дух вивився незламний Прошло багато років і ми знову піднялися В Харкові крестний ход прошел от площади Конституції К памятному знаку жертвам Голодомора в молодежном парке Мій батько, 17-го року народження, він пережив Голодомор 33-й рік він жив у сестрі У сестрі забрали всіх Слава тобі, Боже, що людина додумався І закопав в кінці огорода буряк Коли переривали все, забирали, то буряк в кінці огорода не знайшли Оце буряк їх спас В руках учасники шествия держали національну символіку і іконы Траурне шествия в Кропивницьком Люди прошли по центральним улицам к памятному знаку на крепостних валах Его установили в этом году Деньги собирали всем миром Пятиметровий курган з гранитним крестом на вершине Це був геносит, це не голодоморбо, тому що можна було це зерно віддати людям з молодим У них забрали все Зерно, крупу, скотину Залишили її суму і ще дитину Щоб помирали з голоду вони Ольга Рыцарь, Олег Решняк, Галина Якушко, Сергей Бордюжа, подробності, телеканал «Интер» Вспоминають погибших не только в Україні, но і за її пределами У пам'ятника жертвам голодомора в Вашингтоне соберуться українці в США Вспоминають 83-ю годовщину і в Канаді Прем'єр страны Джастин Трюдо осудил преступления, совершенні во время голодомора Не забывать о трагедії призывают депутаты канадського парламента Я призываю всех вместе с украинцами вспомнить один из самых ужасающих геноцидов 20 века – Голодомор Сталин конфисковал всю еду в Украине И миллионы умерли от голода Мы не должны забывать, что произошло во времена голодомора Мы вместе с украинцами разделяем их горе и их надежды Весь мир должен признать Голодомор геноцидом украинского народа Такую задачу поставил Петр Порошенко перед Министерством иностранных дел Об этом президент сообщил во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв трагедии Также глава государства подчеркнул необходимость создания музея Голодомора В 2007 році на цьому місці повстав меморіальний комплекс Кий став місцем паломництва для багатьох українців Але музейна частина, яка б відповідала кращим зразкам музейно-меморіального містецтва Дося не побудована Я переконаний, що слід розпочати цю роботу з метою створення гідного музейного закону Требовать от ЕС безотлагательно предоставить украинцам безвизовый режим Призвала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко На своей странице в Фейсбук она предложила использовать все возможности влияния на Евросоюз В том числе заявления украинских политиков о своей позиции во время встреч с послами ЕС Геращенко напомнила, страна выполнила все 144 условия плана визовой либерализации Готовность Украины подтвердили и европейские чиновники на саммите Украина-ЕС Который состоялся в четверг в Брюсселе Тем временем коррупция в рядах украинских чиновников Которую в Европе уже назвали одной из преград на пути к свету в конце безвизового туннеля Продолжает процветать Чиновники одного из военных концернов Минобороны погорели на рекордной взятке Как сообщили в СБУ, они требовали у одесских предпринимателей 900 тысяч долларов Именно в такую сумму военные оценили свои услуги в вопросе продления аренды торговых точек Которая находится на землях оборонного ведомства Задержали взяточников в погонах в одном из ресторанов города Там они и получали часть требуемой суммы 75 тысяч Сотрудники военной прокуратуры и СБУ проводят обыски по месту жительства задержанных Уже нашли более 100 тысяч долларов Установлено, что за продолжение договора о ренде Контейнерии государственного предпринимства Распрашивали на рынке 7 километров Высшие назначенные особи вымогали хабарин-предпринимателей В целом своевмисники планировали отримать по 20 тысяч долларов США От 45 предпринимателей Великий куш, который сподевались рвать хабарники Сягав майже миллион долларов США А вот в Черкасской области тоже Министерство обороны решило отобрать земли у национального парка Софиевка И если ведомству это удастся, Украина может потерять уникальную коллекцию растений Зачем Минобороны садовые гектары и удастся ли Софиевке отстоять землю? Узнавал Станислав Кухарчук Об этом саде Александр может рассказывать часами Каждый куст тут посажен его руками Начал ученый буквально с нуля Еще в 2006 году эти 10 гектаров земли, принадлежавших Министерству обороны, были в запустении Тогда Уманский горсовет передал ее в постоянное пользование дендропарку Софиевка Теперь здесь растет крупнейшая в Восточной Европе коллекция фундука Которая к тому же и стоит немалых денег Близко 4-5 миллионов гривен вартости насаджений тех, которые находятся на данной дельянке Но на самом деле вартость этого генетического фонда, который тут собран, надзвучайно высокая А может даже не оценена коштом Но похоже, что бесценный садовый генофонд военных не волнует вовсе Вот уже который год бывший собственник земли, Белоцерковский квартирно-эксплуатационный отдел Министерства обороны Пытается отсудить у национального парка этот участок Первый иск подали еще в 2009-м Спор удалось уладить благодаря документу, в котором тогдашнее руководство военного ведомства Официально заявило, что земельных претензий к национальному парку не имеет И вот теперь, в третий раз, Софиевка снова получила иск от того же отдела министерства Министр и замминистра, два документа у нас есть Они обошли это, они хорошо знали, что есть это И теперь уже третий раз подают на суд Значит, я не знаю, как этот наш господарский суд отнесется до этого вопроса Почему судятся и, собственно, для чего? Мы пытались узнать в самом квартирно-эксплуатационном отделе Но руководитель, подписывающий распоряжение об исках, два дня не отвечал ни по служебному, ни по мобильному номеру Заседание суда по делу должно состояться в начале декабря Ученые опасаются, если землю у них все же отберут, уникальная коллекция фундука просто исчезнет Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер, Черкасская область Земельный скандал разразился и в Закарпатье Там чиновники отказываются выделять свободную землю переселенцам, прикрываясь бойцами АТО Якобы земля предназначена только для них Но вот сами ветераны АТО о свободных сотках ни сном ни духом Так где же эти заветные наделы? Пытались разобраться наши корреспонденты Татьяна Переселенко с Донбасса вместе с другими беженцами, которые ютятся на съемных квартирах Решила воспользоваться правом и получить участок для строительства дома Свободную землю искали по кадастровой карте в интернете и нашли в селе Великие Лозы в 10 километрах от Ужгорода В сельсовете заявление приняли Но спустя несколько месяцев выделить участки отказались Мол, земля здесь только для бойцов АТО и свободных наделов нет Мы дали запад с просьбой указать, сколько участников АТО получили земельные делянки На что получили ответ с января месяца по август Отримало три участника АТО Переселенцы же уверяют, согласно кадастру в селе почти сотня свободных участков Чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле, мы идем в сельсовет Председатель, завидев нас, просто убегает Я не даю комментариев, потому что я в отпуске Более разговорчивым оказался землеустроитель Подтверждает, участникам АТО действительно выдавали участки Но ответить на наш вопрос о том, есть ли в селе свободные сотки, не захотел А вот юристы утверждают, отказывать выделение участков переселенцам, прикрываясь участниками АТО, незаконно И объясняют манипуляции с землей коррупционными схемами местной власти Земельный кодекс в Украине не вместит никаких норм, которые предпочтают закрепление тією или другую территорию За отдельными категориями людей Поэтому такое формулирование ответа сельской ради является незаконным Тут явно идет заангаженность сельской ради И так радужно, оказывается, обстоят дела и у бойцов АТО Им самим до сих пор приходится землю выбивать Говорят, знали бы раньше, что в Великих Лозах есть свободные участки Обратились бы туда сразу В очереди на получение наделов только в одной Закарпатской области сотни бойцов И таких земельных скандалов масса Летом в Ужгороде под видом выделения земли участникам боевых действий Ее получили люди, которые к АТО не имеют никакого отношения Правда тогда, после многочисленных материалов СМИ, 16 гектаров все же выделили АТОшникам Марина Ковалев, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область А в Мелитополе с земельными схемами бороться решили по-своему Там руководителя местного госгеокадастра Владимира Винника Прямо на рабочем месте засыпали землей На прием к чиновнику пришли несколько ветеранов АТО С собой принесли мешки с местным черноземом И высыпали его сначала на стол, а потом и на голову чиновника Бойцы не могут получить обещанную государством землю По их словам, с прошлого года в Мелитополе выделили около полусотни участков Но ни одного участникам боевых действий Виннику дали неделю срока, чтобы ситуация с выдачей земли изменилась В противном случае акцию обещают повторить, но в масштабах покрупнее А вот экс-боец АТО из Одесской области проблемы себе создал сам Правоохранители обнаружили у него целый арсенал незаконного оружия и боеприпасов А началось все с пьяного дебоша в поселке Черноморское Армеец угрожал подорвать гранатой Ф-1 посетителей местного ресторана Дебошера задержали полицейские, а в его автомобиле и позже у него дома Обнаружили огромный боевой склад Где АТОшник взял его и зачем хранил у себя Теперь будет выяснять военная прокуратура Было обнаружено большое количество боеприпасов различного калибра Два подствольных гранатомета ГП-25, гранаты различных модификаций, а также средства подрыва Необходимо отметить, что также была обнаружена изъята взрывчатка, а именно тротил и пластик Четвертый день без воды и тепла жители прифронтовых Торецка, Железного и поселка Северный Боевики разбомбили магистральный водопровод Около полусотни многоквартирных домов и два десятка школ и детсадов полностью отключены от отопления В Торецке развернули пункты обогрева Подразделения спасателей постоянно подвозят питьевую и техническую воду Сложной остается ситуация и на передовой За минувшие сутки на линии фронта ранены пятеро украинских бойцов Геннадий Вивденко расскажет больше Вот сразу видно, что били крупным калибром То ли 152 миллиметра, то ли 120 Для наглядности войду в кадр, чтобы была видна глубина Мариупольское направление боевики обстреливают из крупного калибра Гранатометов и легкой бронетехники Много разных крупнокалиберных минометов были И было все сегодня ночью Ну ничего, все живы, здоровы наши То, что разрешено, с тобой ведем огонь Другого у нас нет Также этой ночью противник обстрелял Авдеевку В основном бил по позициям защитников Авдеевской промзоны Также вблизи жилых домов противник вел стрелковый и гранатометный огонь подпопасный В районах сел Новоалександровки и Новозвановки В районе Святодарской дуги из самоходных артустановок обстреляли поселок Троицка Всю ночь местные жители провели в страхе Стрельба каждый день, в основном ночью Мы не знаем, чего и куда они стреляют Ну, стекла брещать Нам надоело давно, уже два года с половиной Работает артапаном Вот Как бы наша армия соблюдает минские соглашения, так сказать Вот А противнику это соглашение данного места К сожалению, уже не частые гости на передовой, волонтеры Привезли военным ценный продукт молоко Специальные упаковки только для бойцов, на них указано не для продажи Министерство обороны на сегодняшний день молоко в армию не поставляет А молоко это такой продукт, который всегда нужен И они его добавляют и в чай, и в кофе И у них же есть цепучие продукты, и рис, и макарон Они могут спокойно всегда себе сделать молочную кашу Еще волонтеры привезли коржи для тортов, чтобы хоть немного подсластить нелегкую службу Геннадий Вивданко, Вадим Ревун, Анатолий Воробей Подробности телеканал Интер из Донецкой и Луганской областей Спустя сутки так называемые спецслужбы самопровозглашенной ДНР Освободили Сергея Ерженкова и Василия Полонского Журналисты телеканала Дождь уже в России Напомню, корреспондентов оппозиционного СМИ задержали накануне сотрудники Так называемого Министерства госбезопасности Псевдореспублики Они изъяли все видеозаписи, а позже сообщили, что журналисты якобы оклеветали режим Корреспонденты говорят, физического насилия к ним не применяли Украинские летчики принимают участие в тушении сильнейших лесных пожаров в Израиле Они уже совершили несколько вылетов сегодня и продолжат работу завтра Напомню, накануне президент Петр Порошенко отдал распоряжение помочь еврейскому государству в борьбе с огнем Украинские спасатели направили на Ближний Восток два самолета Ан-32П Эти машины способны поднимать в воздух 8 тонн воды И оказывают существенную помощь израильским пожарным в борьбе с огнем Особенно в горах вблизи Иерусалима Где наземные службы часто не могут приблизиться к очагам возгорания А пилоты крупнейшей немецкой авиакомпании Люфтганза бастуют уже четвертый день Сотни отмененных рейсов, сотни тысяч пассажиров, которые вынуждены менять свои планы И хаос в аэропортах Чего требуют летчики и когда закончится забастовка? Подробнее Татьяна Лагунова Есть у забастовки начало, нет у забастовки конца Пилоты немецкой Люфтганза, которые изначально планировали бастовать только в среду Отменен такое сообщение, можно увидеть напротив табличек С сотнями рейсов крупнейшей немецкой авиакомпании Люфтганза Снова бастуют пилоты уже 14 раз за последние два года Мое терпение уже на пределе Я много летаю, но это невероятно Я отказываюсь понимать бастующих Я очень злая, мы не часто летаем, но теперь вот собрались в путешествие и попали в этот хаос Авиакомпания и бастующие не могут договориться о размере зарплаты Пилоты требуют повышения оклада почти на 4% в год Люфтганза предлагает почти вдвое меньше За последние недели и месяцы мы предложили пилотам много вариантов решения этого вопроса Мы разработали комплексное решение, которое было отклонено Нам не нравится бастовать, мы не понимаем, почему компания не сделает предложение, которое можно обсуждать И нам жаль, что страдают пассажиры Из-за забастовки пострадали более 200 тысяч пассажиров, в том числе и украинцы В аэропорту Борисполь вчера и сегодня были отменены рейсы Люфтганзы в Германию и обратно По предварительным данным убытки от забастовки составят 20 миллионов евро Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко, подробности немецкое, бюро телеканала Интер Конец эпохи, этой ночью умер Фидель Кастро, политику было 90 К нему можно относиться по-разному, но даже враги признавали, это был сильный и главное неординарный человек Что теперь ждет остров свободы? Дмитрий Анопченко много раз бывал на Кубе и говорил об этом с людьми, которые знали команданты Куба менялась, за один только последний год событий больше, чем за полвека Америка сняла железный занавес, первый за всю историю авиарейса из США Открытие посольства в Штатах, визит самого Обамы Остров свободы с каждым днем становился другим Но было и неизменное Человек, при котором выросли несколько поколений Кастро Да, он давно уже не был у руля Передал полномочия брату Да, формально он не принимал решений Но пока он был жив Против его слова страна бы не пошла Марта Рохас, близкая подруга команданта Они познакомились, страшно вспомнить Более 60 лет назад В 1953-м на суде над Фиделем Где он сказал свои знаменитые слова История меня оправдает Подружились, засиживались вместе до ночи После заседаний правительства Когда мы встретились в Гаване, Марта рассказывала Кастро до последнего дня волновала Каким он останется в истории Он даже статьи в газету Гранма все эти годы писал от руки Чтобы никто не подумал, что раз напечатано То это за него кто-то сочиняет И говорят, мол, статья Фиделя Ему было невероятно важно продемонстрировать Это он сам У Кубинской революции было два главных символа Фидель и Че Гевара Оба невероятно популярны И такие разные судьбы Че отказался от министерской должности И стал легендой, заплатив за это жизнью Фидель остался руководить страной И это не пропаганда превратила его в символ Он сам был настолько неординарным, что это сейчас признают И сторонники, и враги Это не легенда На Кастро было шесть сотен покушений Отравленные сигары, мячи для бейсбола, нафаршированные взрывчаткой Радиоактивные химикаты В чем секрет его невероятного везения, он, наверное, и сам не знал Но каждый раз смерть проходила мимо Фидель тяжело болел, но до последнего дня сохранял ясность ума и крепкое рукопожатие Какие бы перемены не происходили на Острове Свободы, но Фидель Кастро оставался для кубинцев моральным авторитетом Об этом сегодня в Гаване говорят все Он давно уже не был у власти Но один только факт, что с ними Фидель во многом определял развитие страны Кастро жил так долго, что увидел, как его страна пережила и стабильность социализма И ужасающую бедность времен развала Союза И десятилетия блокады, и приезд в Гавану президента страны Которую тут всегда считали врагом номер один Спецкурс CNN Патрик Опман передает сегодня из Гаваны Что кубинцев смерть команданта очень опечалила Люди на улицах начинают плакать Стоит ему только задать им вопрос о Кастро Кто-то называл его диктатором, кто-то борцом за свободу Но в любом случае этот человек прожил жизнь, какая бывает только у единиц Патрик единственный американский журналист Живущий все эти годы на Кубе и знающий ее, как никто, он уверен Смерть Кастро не станет поводом для резких перемен Это просто конец эпохи Говоря о том, кто все эти годы руководит страной Это ведь не Фидель, это его брат И он проводит перемены, которых Фидель может и не хотел бы Перемены не остановить Но среди них теперь могут быть и те, которые никогда бы не произошли, пока жив Фидель Куба теперь погрузится в девятидневный траур За эти годы в стране выросло новое поколение, для которого Фидель уже не был иконой Многие хотят, чтобы тут было, как в Америке Хотят зарабатывать на жизнь без контроля власти Но смерть Кастро вызвала и страх Не потеряют ли кубинцы вместе с социализмом доступное образование и здравоохранение? А вот в Майами, среди кубинских эмигрантов, смерть Кастро, наоборот, стала поводом для бурной радости и веселья на улицах Только сильные люди наживают так много друзей и так много врагов А вот оправдает ли его история? К концу жизни этот вопрос наверняка был актуален и для самого Фиделя Свои соболезнования в связи со смертью Фиделя Кастро народу Кубы выразил и президент Украины Петр Порошенко На своей странице в твиттере он написал, что харизма команданта определила целую эпоху Глава государства отметил помощь кубинского лидера после катастрофы на Чернобыльской АЭС С 90-го года и до сих пор Куба бесплатно принимает на оздоровление детей, пострадавших вследствие аварии Пока избранный президент Дональд Трамп раздает должности в новой команде В трех штатах готовится пересчитывать голоса избирателей Кого введет в Белый дом Трамп и на какие новые витки выходит уже пройденная избирательная кампания Расскажут наши корреспонденты Сегодня их имена обсуждает вся Америка Избранный президент Дональд Трамп приводит в Белый дом новую команду В пятницу его финансовый адвокат Дон Макган был назван будущим советником по юридическим вопросам Белого дома Другая верная соратница из команды Трампа Кэтлин Макфарленд станет заместителем советника по вопросам нацбезопасности Она занимает жесткую критическую позицию по отношению к администрации президента Обамы И считает, что демократы игнорируют интересы Америки Что я всегда считала странным, так это мнение глобалистов, что страна не должна оставить свои национальные интересы прежде всего Я имею ввиду, что плохого в том, чтобы Америка прежде всего думала об Америке Начальником Макфарленд уже назначен бывший генерал Майкл Флинн, неоднократно выражавший поддержку России Определился Трамп и с министром торговли, который будет осуществлять программу выхода США из некоторых международных соглашений Он предложил эту должность миллиардеру Уилбуру Россу Все эти люди бок о бок прошли с Трампом сложную избирательную кампанию Тем временем его конкуренты никак не могут смириться с поражением Кандидат от партии зеленых Джилл Стайн добивается пересчета голосов в трех штатах По ее требованию в конце следующей недели голоса пересчитают в Висконсине И на следующей же неделе назовут даты пересчета в Мичигане и Пенсильвании Именно в этих штатах Хиллари Клинтон проиграла Трампу с минимальным отрывом Стайн, которая сама на выборах набрала чуть больше одного процента, уверяет, не собирается помогать Клинтон Но волнуется, что на результаты выборов могли повлиять извне Мы отстаиваем систему голосования, которая может дать нам уверенность в единстве и безопасности И которая не может быть предметом фальсификации или взлома Между тем администрация Барака Обамы заявила, что выборы прошли честно И голосование объективно отражает волю народа Юлия Мендель, подробности, телеканал Интер Почему бастует Южная Корея и пляшет Северная? Как прошли показательные полеты французских экстремалов с реактивными ранцами? И зачем Моника Былучи встречалась с Франсуа Ландом? Узнаете в нашем обзоре Полтора миллиона человек стали участниками акции протеста в Южной Корее Из них сотни тысяч вышли на главную площадь Сеула Многие несли в руках бумажные фонарики, которыми и освещали улицы Протесты в Южной Корее длятся уже больше месяца Митингующие требуют отставки президента страны Пак Кэнхе Ее обвиняют в причастности к коррупционным схемам К демонстрациям присоединяется все больше людей А вот на севере корейского полуострова люди тоже вышли на улицы Но с танцами и плясками Так в Пхеньяне отметили заявление Ким Чин Ина о новом экономическом прорыве По сути, лидер нации объявил об очередной пятилетке Пообещал, что особо ударными будут первые 200 дней А вот через 5 лет, по подсчетам власти, Северная Корея должна превратиться в мирового лидера Граждан КНДР призвали, засучив рукава, трудиться на благо Родины В Иране отменили казнь главного коррупционера страны Бабака Занжани Четыре года назад его обвинили в сокрытии 2 миллиардов долларов Эти деньги бизнесмен отмыл на продаже государственной нефти В начале марта Верховный суд Ирана постановил казнить афериста Но сейчас адвокаты Занжани сумели опротестовать решение До ареста состояние коррупционера оценивали в 14 миллиардов зеленых В его бизнес-империи были 65 компаний по всей Азии Моника Белуччи получила орден почетного легиона Наивысший знак отличия во Франции актрисе вручил лично президент страны Франсуа Алан Церемония прошла в Елисийском дворце Белуччи прибыла на мероприятие в черном блестящем платье Орден, учрежденный еще Наполеоном, актриса получила за вклад во французский кинематограф Впрочем, родилась Белуччи в Италии А вот Джоан Роулинг, автор саги о Гарри Поттере, вновь стала миллиардершей Писательница серьезно улучшила свое финансовое состояние благодаря новому фильму Фантастические твари и где они обитают Ленту сняли по сценарию Роулинг Теперь общее состояние британки оценивают больше, чем в 2 миллиарда долларов Реактивные ранцы не отстают от самолетов Такие показательные выступления устроили экстремалы во французском небе Во время шоу они летели за самолетами и развили приличную скорость до 260 км в час А еще поднялись на высоту чуть больше километра Реактивный ранец Крыло создал швейцарский летчик Ив Роси В прошлом году он уже покорял публику своими полетами над Дубаем Впервые в истории канадского телевидения ведущая вышла в прямой эфир в хиджабе Это произошло на канале из Торонто Сити Ньюз Судя по отзывам в соцсетях, исламский головной платок на мусульманке Геннеле Массе зрителям понравился Хотя девушка и призналась, что не все комментарии были лестными Ранее Масса работала репортером, в кадре всегда была в хиджабе Снимала сюжеты на разные темы, о криминале, политике и даже хоккее Завтра не пропустите подробности недели с Алексеем Лихманом И вот главные темы программы Объявился и говорит Зачем Москва вытащила на свет Януковича? И кому в Киеве был выгоден срыв показаний беглого президента? Цена украинского леса Не облысеют ли Карпаты после помощи Евросоюза? Стена защитница или кормилица? Кто и через полгода после ухода Яценюка продолжает наживаться на так называемом европейском вале на востоке страны? Тарифная удавка затягивается? Как будут поквартально пересчитывать расценки? И на сколько вырастут платежки уже в январе? За развитием событий следите на нашем сайте подробности.ua А я желаю вам хорошего вечера и до встречи в подробностях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин